МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне 9 мая кадеты отправляются в экспедицию. Каждый год они путешествуют по дорогам Великой Отечественной. Изучают историю, вспоминают подвиги прадедов, встречаются с ветеранами. Юным патриотам не страшны расстояния. Ребятам предстоит преодолеть более 2 тысяч километров. На поезде, на автобусе, на пароме. Впереди город-герой Севастополь и Международный детский центр Артек. Здесь проходит смена «История нашей победы», в которой принимают участие пермики. Кадетский корпус Приворского федерального округа имени Федора Кузьмина является организатором образовательной программы «Кадеты России». Этот учебный год воспитанники Пермского кадетского корпуса имени Федора Кузьмина заканчивают на берегу Крыма под шум прибоя и крики чаек. Наших героев принимает Артек – знаменитый детский курорт, один из крупнейших в мире, единственный в своем роде город для детей, которому уже 90 лет и в котором мечтает побывать хотя бы раз каждый ребенок. Этот проект особый. У ребят, у наших ребят возникает возможность реализовать себя, проявить себя. Вся наша философия образовательная, она же в основном-то из Артека. На первом месте межничественные отношения. И вообще Артек – это та территория, территория успеха по-настоящему. И все те виды деятельностей, которые предусмотрены в нашей программе, они позволят ребенку быть победителем, быть успешным. Принимать свои ряды только лучших – многолетняя традиция Артека. Впрочем, в Пермском кадетском корпусе тоже следует этому принципу. Помимо пермяков, в Крым приехали воспитанники кадетских корпусов Приожского федерального округа, а также учащиеся из образовательных учреждений Казахстана, Беларуси, Донецка и Луганска. Все эти ребята путевки получили как награду. Это те, кто проявил себя и отличился во время кадетского бала и взлета юных патриотов. Открытие смены «История нашей победы» проходит торжественно, патетично и патриотично. «История нашей победы» Какой-то дух патриотизма в детях нынешнего поколения. Артек имеет свою атмосферу. Артек – это как единое целое. Раньше я знал об Артеке, что это один из самых лучших лагерей России. Ну, не только России, но и мира. Я всегда мечтал побывать в Артеке, и наконец-то моя мечта осуществилась. Важно отметить, что это не просто поездка на море. Кадеты приехали сюда, чтобы провести южные сборы и поделиться опытом с другими артековцами. Специально для этого была разработана образовательная программа. А значит, ребят ждут усиленные тренировки и уроки в школе. Тем более, что учебный год еще не окончен. Несмотря на то, что, так сказать, армейские будни по своей насыщенности однообразные, все идет строго по одному распорядку, здесь каждый день был непохож. Его, можно сказать, что распорядок, он только условно обобщал все действия. Так каждый день был по-своему оригинальным. Каждый день действительно был непохож на предыдущий. Что касается современных методик, то Артек в этом деле пионер. Если урок географии, то с видом на море, если биология, то в ботаническом саду. Участникам смены предложили на выбор 12 необычных занятий. В Артеке их называют сетевые образовательные модули. А для тех, кто предпочитает получать знания опытным путем, было организовано 7 экспериментальных площадок. Мне больше всего понравилась биология. Когда мы выехали на ферму, там звери разные решали разные задачи. В основном практика занималась не теорией, вот то, что книжки читали, как обычно на уроках, а именно практика. Это очень познавательно интересно. Важным событием кадетской смены стало празднование годовщины окончания Великой Отечественной войны. Военный парад в Севастополе украсили пермские кадеты. Они шли вслед за парадным расчетом Черноморского флота. В Севастополе я чувствовал огромную ответственность за себя, но в то же время и гордость за нас. За всех нас. Не только за себя одного, но и за каждого стоящего в строю. Ведь мы несем дань памяти по честь тем, кто воевал и, возможно, не вернулся с полей. Когда проходили, было видно, что некоторые с удивлением на нас смотрят. И, конечно, это тоже произведело на нас впечатление, что не зря мы это все делаем. Юные патриоты впервые увидели такое количество боевой техники. По центральным улицам проехали зенитные ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня и даже легендарный танк Т-34. Парад в Севастополе – это всегда ярко, зрелищно и торжественно. Вот что говорят об этом крымчане. Это один из самых главных праздников и дней в нашей жизни. Наши дедушки с бабушкой, им по 84, они не дети войны, они прошли блокаду. Это для нас многое значит. Это то, что живет в наших сердцах по сегодняшний день и передается из поколения в поколение. После кадеты выступили на главной летней сцене, которую местные жители называют «Ракушка». Концерт, подготовленный к Дню Победы, севастопольцы оценили. Более того, среди тех, кто сейчас живет в Крыму, нашлись пермики. Я сама родом из Перми, перемячка, поэтому просто воспринимала выступление вашего коллектива как выступление родных людей. Спасибо вам огромное, приезжайте в Севастополь еще и еще. По мнению организаторов смены, только наполненная фактами и яркими красками история может по-настоящему заинтересовать детей. В День Победы артековцы организовали акцию «Бессмертный полк», чтобы почтить память великих героев. Я нес портрет своего прадедушки, который воевал на Ленинградском фронте. Образовательная программа не случайно называется «Кадеты России». Задача – обменяться опытом. Пермский кадетский корпус имени Федора Кузьмина провел для артековцев мастер-классы по спецдисциплинам. У пермяков тоже была возможность поучиться. Нижегородский кадетский корпус организовал занятия по парашютно-десантной подготовке, а Башкирский раскрыл секреты армейского рукопашного боя. Была специальная подготовка, в которой мы одевали бронежилеты, брали щиты, каски, палки, дубинки. И мне понравилось самым потому, что я стал на том занятии лучше, мне было это приятно осознавать. Ну и вообще все мастер-классы, которые нам преподали, были очень хорошие. И преподаватели правильно преподнесли информацию, потому что она запомнилась. То есть это было не скучно, не нудно, а в какой-то особой форме. У каждого из девяти лагерей Артека свой фирменный позывной. Лазурный, морской, янтарный, лесной. Последний, особенно дорог пермякам. Много лет назад начальник Пермского кадетского корпуса Приворского федерального округа Сергей Викторович Каменев работал вожатым в Артеке. Его наставником и старшим товарищем был основатель лагеря лесной Евгений Васильев. Сегодня в память об этом легендарном человеке в Артеке открыли мемориал. Философия, артековские методы и подходы воспитания продолжают жить и совершенствоваться в Пермском кадетском корпусе. Артековец сегодня, артековец всегда. Так говорят про тех, кто однажды побывал в Артеке. Редактор субтитров А.Семкин